Не за горами один из моих самых любимых праздников – Новый год. И, конечно, это время волшебства, чего-то нового и подарков. Подарков, приготовленных вручную и с душой. Одним из таких подарков может стать керамическая посуда, изготовленная своими руками. И сегодня я отправлюсь на мануфактуру в городе Раменское Ля Пальме, чтобы приготовить такую посуду вручную. А поможет мне в этом Людмила Звягина, руководитель мануфактуры. Людмила, расскажите, с чего начинается рождение изделия? Какие этапы производства? Самые главные этапы производства – это руки наших художников и мастеров и кусок глины. Мы берем глину в наши творческие руки и формуем чашки, кружки, тарелки, подносы, блюда. Все для нашего домашнего обихода и для наших знаменитых ресторанов. Людмила, как вообще родилась идея работать с глиной? Это удивительная история в моей жизни. Я всю жизнь работала в пищевой промышленности. За плечами Ротфронт, за плечами хлеб насущные, на биско. И вдруг в рождественские каникулы я пошла погончарить. Просто для того, чтобы расслабиться после долгого и длительного периода, когда мы готовим очень много вкусных подарков и ждем гостей в наши рестораны. Пошла погончарить. Попала к знаменитому гончару, звать его Илья Калашников. Записалась на одно занятие и поняла, что у меня душа перевернулась. Я гончарила, училась, записалась на курсы. Мне очень не хватало в пищевой промышленности красивой посуды, чего-то красивого, на чем можно подать то, что мы делали. Я поняла, что то, что я сделала в керамике, это было волшебство, то, что мне придало внутренние силы. Первый раз я там узнала, что такое инстаграм, залезла, стала смотреть и влюбилась в ту керамику, которую делают там, в Европе, в Азии. И я поняла, что в России этого никто не делает. И так мы пришли к идее делать свою керамику, и решили это сделать чем-то уникальным и интересным для наших клиентов, для наших российских людей. А вы сейчас работаете по современным технологиям? Нет, нет, ни в коем мере. Мы оставили тот исторический опыт, который издревле, в 14 веке в Азии нашли кусочки глины, и там первая зародилась керамика, это раньше, чем нашли фарфор. Это кусок глины, который формуется в изделии. Это историческое. Кто-то на гончарном круге, кто-то с помощью жгутов формует изделие, потом оправляет, потом проходит процесс лощения, потом сушка, долгая, длительная сушка. И раньше делали изделия из красной глины, они были пористые, и их специально лощили. Такая технология, когда уплотняют глину с помощью камушка, либо ложки, либо еще чем-то. Глина становится плотной, гладкой, и после обжига она меньше впитывает влагу. Мы пошли дальше и решили, что посуда должна быть еще экологически чистой. То есть мы взяли каменную керамику, и у нас несколько видов глин с разной дисперсностью, разных цветов, и сделали посуду, которую можно использовать не только дома, но и в больших заведениях, где не стыдно показать свои блюда шеф-поварам и выложить так, воплотить их мечты в реальность, когда они выкладывают свой шедевр на чистую картину, на белое блюдо, на красное. И эта возможность у нас есть. Наши художники делают уникальные вещи и по технологии, и по дизайнерским решениям. Они энергетически сильные. Если вы возьмете нашу посуду, почувствуйте, сколько в ней тепла. Она не холодная, она теплая. В ней энергетика наших рук, потому что каждое изделие делается вручную. Они отличались. Их делали разные мастера. У кого-то тоньше, у кого-то была керамика поплотнее и потолще. Кто-то обжигал при одной температуре, кто-то при другой. Наша керамика обжигается при температуре 1250-1280 градусов. Это практически парфор. И тем она ценна. Она экологически чистая. Она прочная. Ее можно помыть в посудомойке, что очень ценно для дома, что очень ценно для хозяек. И поэтому важно, чтобы наши дети, мы понимали, что вот то, что было издревле, и то, что сейчас приходит к нам, оно дает нам новую силу, дает нам знание и понимание, почему нам это близко, почему нам хочется делать. Ведь открывая свой магазин, мы никогда не задумывались, что людям будет нравиться. И когда мы открыли, сделали панно большое, красивое, руками гончарили на гончарном круге, там ни одного изделия нет, как лепленого. Там принципиально была задумка показать наши гончарные изделия и показать красную глину, и показать красоту этого материала. К нам приходят сейчас туда художники, к нам приходят обычные люди и со слезами на глазах говорят, господи, как это красиво, а можно к вам прийти. У нас двери открыты, мы всегда приглашаем и на производство, и к нам в магазин, чтобы обязательно люди посмотрели и увидели, как проходит процесс изготовления керамики вручную. Технологически от кусочка глины, как превращается из комочка глины, в готовую продукцию, да, в чашку, в кружку, в тарелку, либо в какое-то изумительное решение в виде ангелочков. Людмила, возвращаясь к традициям, расскажите, какие изделия готовятся к Новому году и по сей день по старинным технологиям? О, мы с огромным удовольствием готовим к Новому году наши замечательные колокольчики, которые сделаны по старинной, старинной технологии, из пласта глины с нанесением рельефа и декоративными снежинками. Никогда в жизни вы не подумаете, что эти колокольчики звенят, как настоящие колокола. Обожжены при высокой температуре и уникальный, необычный звон, и каждый звенит по-своему, потому что он сделан каждый вручную. Какая же красота! Влад, расскажите, откуда вы черпаете идеи и вдохновение для создания коллекций? Ну, вдохновение приходит само, но черпаем, наверное, от художников, которые уже создали что-то великое, великолепное. Такие мастера, как японские мастера, которые создают керамику на протяжении уже долгих-долгих веков, это основной источник вдохновения. Ты смотришь на их работу, на то, как они это делают, и ты понимаешь, насколько у них высокий уровень. И ты пытаешься передавать это своей керамике, но уже своим мировоззрением, как ты это воспринимаешь и показываешь это другим людям. Друзья, посмотрите, какая красота у нас получилась! Персональная тарелка, керамическая, рубрики. Это интерес на программе «До 17 и старше». Дмитрий, издревле каждый гончар оставлял на своем изделии автограф, печать. Есть ли у вас такая? Да, конечно, на каждом изделии мы оставляем средства в руке каждого мастера, который работает у нас на производстве. Смотрите нашу программу «До 17 и старше» на телеканале TVM Channel. Какое же все-таки удовольствие пить чай из кружки, изготовленной своими руками. Так и ощущаю тепло напитка и рук мастера. В рубрике «Это интересно» сегодня с вами была я, Екатерина Кудимова. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова